Привет всем, кто сегодня заглянул на мой канал в поисках нового видео. Надеюсь, обзор будет для вас интересным, потому что сегодня я планирую вам показать вторую часть моих покупок в магазине FixPrice. К сожалению, все не уместилось в одно видео. Там и так было два пакета, достаточно долгий обзор, поэтому я решила разбить его на две части. Поэтому сегодня покажу вам, так сказать, остатки того, что я приобрела в магазине. И скажу вам по секрету, я на самом деле отправилась в магазин, опять же, после просмотра обзоров других блогеров. И я, наверное, бы посоветовала вам, если вы все-таки соберетесь делать покупки в этом магазине, не ходите туда бездумно. Я это к тому, что это такой магазин, в котором очень-очень много всего-всего-всего, и не факт, что вам нужно это все на самом деле. Поэтому я сама стараюсь делать покупки запланированно, то есть я не хожу туда просто так, о, новый завоз, нужно срочно что-то купить. На самом деле я хожу исключительно после того, как увижу что-то интересное во взорах у других блогеров. И если мне это понравится, вещь меня заинтересует, либо если речь идет о каких-то продуктах, я вдруг решу, что, наверное, стоило бы попробовать. То, естественно, я схожу в магазин и просто куплю это. Если же мне не интересна вещь, я не пойду и не буду скупать все подряд. Вот, как я уже говорила в одном из предыдущих моих обзоров, вот, кстати, те самые вещицы, которые я собиралась покрасить на заднем плане. Но я в любом случае все покажу вам в обзоре на переделки, который будет немного позже. И там вы все подробно сможете рассмотреть. Сегодня в обзоре я вам покажу не только покупки из магазина FixPrice, также вы сможете посмотреть, что я приобрела в магазине Цветочный базар. Я не случайно сейчас улыбаюсь. Дело в том, что я давно обещала вам сделать этот обзор, но покупок было немного. И, честно признаться, в этот раз я немного разочарована. Потому как цены в этом магазине достаточно немаленькие уже в последнее время. Может быть, это связано с сезонностью, не знаю, но в любом случае выбор там неплохой. И, опять же, для всех мастериц, о себе могу сказать, что пока на мастерство у меня мало времени. И я, большей частью, занимаюсь такими небольшими неглобальными переделками. Поэтому покупала уже готовые изделия и мало что присмотрела себе именно для творчества. И так долго с вами болтаю, поэтому давайте приступим уже и будем рассматривать то, что я хотела вам показать. Первое, наверное, с чего я хочу начать свой рассказ, это, естественно, покупки в магазине Цветочный базар. А уже потом мы с вами приступим к обзору на фикс прайс. Дело в том, что в магазине Цветочный базар достаточно много всяких разных элементов для творчества. Те, кто там бывали уже, наверняка знают об этом. Но в этот раз я отправилась туда просто посмотреть ассортимент, потому как девочки под предыдущими видео писали, что очень много нового туда завезли, интересного. И я признаюсь, действительно это так. Там уже появилась новогодняя коллекция, очень много разной атрибутики. И со своей стороны, естественно, я искала что-то интересное для себя. Так как у меня, так сказать, с прошлого года продолжается мое помешательство на всяких деревянных изделиях, я искала какие-то деревянные игрушки. И, в общем-то, я их нашла. В наборах, которые оформлены вот таким вот образом, в наборе две игрушки. И набор у нас стоит 114 рублей 80 копеек. В наборе у нас замечательные игрушки. Я покажу вам их поближе, для того, чтобы вы понимали, как это все выглядит. Но на данном этапе это такие вот симпатичные олени. Они абсолютно деревянные, красиво декорированные. И я решила, что на моей елке они будут смотреться просто шикарно. Таких наборов я, на самом деле, купила несколько, потому что они там представлены в самых разных вариациях. В частности, вот такие вот симпатичные елочки. Тоже покажу вам их поближе. Они совершенно потрясающие, очень красивый декор. И мне нравится, как они смотрятся. Я уверена, что из них можно сделать красивую гирлянду, например. Идею гирлянды вы можете посмотреть в моем видео с прошлого года, как мы оформляли дом. Я ссылку, пожалуй, оставлю вам под этим видео, для тех, кому интересно. Поэтому я считаю, что из таких игрушек можно соорудить массу различных интересных вещей. И вот еще один набор. Также два сердечка в наборе. Стоимость всех этих наборов одинаковая. То есть, в среднем получается, что себестоимость одной такой игрушки порядка 57 рублей. По-моему, это недорого, учитывая, что игрушка деревянная, она окрашена и плюс ко всему еще и задекорирована. Очень красиво. Все игрушки, естественно, покажу вам поближе, чтобы вы смогли их подробненько рассмотреть. И еще игрушки, еще один набор с игрушками уже у меня разместились вот здесь. Я постараюсь вам сейчас показать поближе. Это такие вот ангелочки. Потрясающе просто. Отличительная особенность всех этих игрушек в том, что у них только передняя часть окрашена. С обратной стороны нет абсолютно ничего. В целом, достаточно интересный декор, как мне кажется. Ненавязчиво. Смотрится красиво. В любой впишется интерьер легко. Вот так они смотрятся. Кроме всего прочего, в этот магазин я чаще всего езжу с одной целью. Это приобрести себе новый комплект свечек. Свечи покупаю всегда такими небольшими наборами. Обычно беру больше набора, но так как у меня предыдущий запас еще не совсем закончился, я решила в этот раз взять набор небольшой. Здесь, если я не ошибаюсь, 30 свечек. Это у нас производство город Омск. И эти свечи мне нравятся тем, что очень долго горят. От 4 до 6 часов горит одна вот такая свечка. Это супер здорово. Я люблю их использовать в подсвечниках, а так как сейчас осень, и, собственно, у нас уже наступила зима, в буквальном смысле, сугробы за окном. Несмотря на то, что сегодня, по-моему, 24 октября, если я не ошибаюсь. Ну, в любом случае, я в холодное время года очень люблю зажигать домом подсвечники. И, соответственно, свечи просто необходимы. Вот это были все мои покупки в магазине Цветочный Базар. Помимо всего прочего, я там видела еще очень интересные, красивые игрушки. Елочные, стилизованные, я бы так сказала. Ну, то есть, например, пара лыж. Красивые очень. Всем забыла показать вам саночки. И, тем не менее, вот сейчас как раз нашла их. Цена конкретно этой модели, так сказать, 93 рубля. Но представлены были там самые разнообразные вариации. Были поменьше, были побольше, были разукрашены. Но мне захотелось именно такие вот беленькие. Я тоже покажу вам их поближе. Достаточно крупная игрушка, скажете вы. И, признаюсь честно, я не собираюсь их вешать на елку. Несмотря на то, что сама по себе конструкция очень легкая, я планирую их использовать в декоре на каминной полке. Мне кажется, что они очень классные. Тем более, что у меня есть небольшие такие куклы-гномы. И они прекрасно здесь разместятся. Ну, позже, в любом случае, так или иначе, вы сможете все это посмотреть. Итак, с покупками в магазине Цветочный базар закончены. И давайте приступим к оставшимся покупкам, которые были совершены в магазине FixPrice. И первое, что я вам покажу. Я докупила еще один овощ. Тыковка. И вы можете видеть на заднем плане вот здесь. Я, наверное, одну вам какую-нибудь покажу. Она пока что покрыта только в один слой. И не очень-то заметно изменение, потому как она была такого нежно-желтого цвета. Ну, а в целом, как мне кажется, они достаточно интересно смотрятся в декоре. Как я что изменяла, я вам покажу в видео на переделке. Вы сможете подробненько рассмотреть. Пока лишь скажу, что, ну, опережая вопросы о том, чем красила, краска в баллончиках марки KUDO, она продается в автомагазинах. Самое выгодное место, где ее можно купить, это автомагазин, потому что в любых строительных магазинах она почему-то стоит дороже. В автомагазине она стоит порядка 150 рублей. Такие большие, такие баллоны. Я постараюсь вам куда-нибудь здесь поставить фотографию, как она выглядит, но тем не менее. Обычная краска-спрей. Ей покрываете вот эти вот элементы. Стручок, да, такой. Вот здесь, как видите, он зелененький. Я их покрасила обычным лаком для ногтей коричневого цвета. В моем случае это был лак от марки Ив Роше. Вот. С этой тыковкой я собираюсь проделать то же самое. Моя единственное отличие заключается в том, что я хочу ее окрасить в золотой цвет. Но посмотрим, что у меня из этого получится. Следующее, что я приобрела, это на самом деле, знаете, такой немножко визуальный обман. В одном из обзоров у других блогеров на каналах я увидела эту вещь на заставке и решила, что она очень похожа на ту, что у меня уже есть. А есть у меня такой вот здоровенный, в общем-то, подсвечник. Пластмассовый, конечно же, но тоже красный с зелеными элементами. И я решила, что это будет его аналог. Мне никак не пришло в голову, что вот эта вот штуковина такого маленького размера. Но смотрится, кстати, достаточно мило. Я решила, что на полочке где-нибудь в декоре она будет выглядеть очень даже неплохо. Почему бы и нет? К тому же выполнена достаточно добротно. Здесь прячутся три пальчиковые батарейки, поэтому я думаю, что светить она будет достаточно хорошо. Это очень симпатичная вещица. Такая, знаете, немножечко атмосферная, я бы сказала. Лампочки здесь достаточно маленькие, такие аккуратные светодиодики. И, как видите, в общем и целом она выглядит достаточно интересно. Поэтому я решила, что даже если я ее никуда не применю в интерьере, она вполне себе сойдет в качестве ночника. Следующий, да, кстати, я забыла сказать, что ее цена 99 рублей. Следующее, что я приобрела в магазине, это было, это было. Ну, вообще, на самом деле, я не видела, чтобы в магазине FixPrice такое продавалось. Но это постер. Очень симпатичный постер. Я пока не знаю, куда я его, в общем-то, размещу у себя в интерьере, потому как картин у меня достаточный, фоторамочек. Но мне очень сильно понравился этот пейзаж. Не знаю, что-то в нем есть. И несмотря на то, что сейчас на дворе осень, и уже зима, тем не менее, какие-то весенние мотивы в этом постере есть. И так как ранее я не видела ничего подобного в магазине FixPrice, то решила, почему бы и не приобрести. Тем более, с перспективой, например, на применение в декоре весной. Вполне себе эта вещь может разместиться у меня на лоджию. Посмотрим. Следующее, что я приобрела, было, 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 была. Была вещь, которая тоже вызвала немало интереса. Я разместила фото у себя в Instagram с этой вещицей. И очень она всем понравилась. Вот в таком вот пакете, шелестящем, жутко, продается вот такая вот потрясающая сумочка. Как мне кажется, она выполнена просто изумительно. Я покажу вам ее сейчас поближе, вы сможете ее рассмотреть. Качество этой сумки меня очень сильно удивило. Цена ее 99 рублей, при этом очень даже неплохой. Вид внешний она имеет. И я даже считаю, что смело смогу ее носить летом. Тем более, что вот такого плана сумочки у меня не было. Она вполне себе вместительная. Сейчас здесь, для того, чтобы она расправилась и держала форму, я, в общем-то, разместила упаковку с салфетками, потому как она была немного помятая. На витрине выложены они все как попало, поэтому нужно было ее немножечко расправить. Вполне себе хорошая сумочка, держит форму прекрасно, очень мягкая. Это не ткань, это материал, очень напоминающий кожзам. То есть ее можно помыть и протереть. И мне очень нравится ее цвет. Достаточно хорошей длины лямка. Здесь у меня на максимуме она, в общем-то, вытянута. Классная вещица за 99 рублей. Фикс прайс меня удивил. Следующее, что я приобрела. Честно, вот эти две покупки я сделала больше, наверное, для того, чтобы делать фотографии в Инстаграм. Но если они мне пригодятся где-то в интерьере, тоже буду рада, пока не знаю куда. Но мне понравилось, как они выглядят. Итак, это такая наклейка декоративная. Цена ее 55 рублей. И я бы сказала, что такие вещи очень даже неплохо смотрятся в ванной, например. Особенно у тех, у кого санузел позволяет. И он достаточно большой. Но сама стилизация этих наклеек, она прям, скажем, интересная. Потому что, как вы, наверное, успели обратить внимание, как будто бы здесь деревянный фон. И сверху что-то прикреплено. Потрясающе. Вот здесь, кстати, с обратной стороны есть вот такая вот вариация, как именно можно разместить эту наклейку. Ну и вот здесь. То есть они достаточно неплохо смотрятся в интерьере. И, честно сказать, когда я увидела их издалека, я не сразу поняла, что это наклейки. И они, на самом деле, такие вот пластиковые. Выглядят они очень даже интересно. Мне слон очень нравится. Он просто бомбезный. Не знаю, просто классная вещь. Следующее, что я купила. Видела у других блогеров вот эти вот салфетки. И очень сильно хотела себе приобрести, потому что считаю, что это очень универсальная вещь. Как вы видите, да, вот бежевые шторы за мной на заднем плане. И, в общем-то, эти вещицы прекрасно бы подошли мне в интерьере для того, чтобы сервировать стол. Но, к сожалению, мне удалось найти только одну салфетку. Буду продолжать свои поиски. Салфетка сервировочная написано, да. Она такая как бы резиновая немножечко. Но в целом качество у нее очень классное. Я думаю, вот такого вида будет вполне себе достаточно. Отличная вещь, если увидите, покупайте. Я думаю, что она прослужит долго. И я сама буду продолжать поиски. И постараюсь найти себе еще минимум три. Ее бы я точно купила. Теперь я приобрела себе повторно наклейки, потому что предыдущие из моих прошлых видео. Наверняка вы уже запомнили их. В общем-то, мне пришлось подарить подруге. Да, она увидела их у меня. Сказала, что давно за ними гонялась, но нигде ей не удалось их приобрести. Поэтому, ну, что я могла сделать? Естественно, подарила. Что же. И, в общем-то, мне повезло их найти еще раз. Очень сильно они мне нравятся. Я планирую их использовать в декоре, когда буду переделывать комнату для дочери. И еще одну наклейку я увидела. Но поздно обратила внимание на тот факт, что она на белом фоне. То есть, если предыдущие наклейки, они, по-моему, они без контура белого, то есть ровные такие абсолютно интересные наклеечки, то здесь вот этот весь рисунок, он на белом фоне, они не прозрачные. Поэтому клеить, естественно, нужно исключительно на светлый фон. Но мне очень понравилась эта стилистика. Такие одуванчики и феи, по-моему, тоже классно можно приспособить для декорирования детской комнаты. Шикарная вещь. Следующее, что я приобрела, удалось мне найти эту наволочку. Я покажу вам, естественно, как она выглядит. Сейчас камера будет все засвечивать. Поэтому я вам обязательно покажу, как эта вещь смотрится на подушке уже в готовом виде. В общем, в прошлом обзоре на покупке FixPrice вы видели такую салатовую наволочку. И я говорила, что я все-таки поищу беленькую. И удалось мне ее найти, как ни странно, хотя их почти во всех магазинах разобрали. Качество у нее, я бы сказала, на 3 с плюсом. Потому что, несмотря на вот этот вот красивый декор, она очень прозрачная. Правда. Вот конкретно эта наволочка очень прозрачная. Здесь очень много ниточек. Выполнена она не супер качественно, я вам скажу. Вот. У меня, например, здесь сейчас заедает замок. Ну, в общем и целом. Среднего качества вещица. Но мне понравилось, как она выглядит. Вот из-за вот этого декора она смотрится очень интересно. И только за этим я ее и купила. Цена ее, кстати, 77 рублей. Но покупать ее или нет, это на самом деле на ваше усмотрение. Далее, что еще я купила? Все берут и я взяла, называется. Я редко балуюсь такими вот мелочами, но в этот раз мне очень сильно захотелось, потому что выглядело это все необыкновенно, милашно. Я решила, что использую это при декорировании, при создании осеннего декора дома, где-нибудь в подсвечниках и так далее. Но пока, честно вам скажу, не нашла им применения, но уже очень некрасиво. Я вам покажу сейчас поближе, и вы поймете. В общем, это наборы такие. Здесь самого разного диаметра баклажанчики. Ну и оттенков, естественно. И такие листочки. Все это акриловое, прозрачное. Потрясающе смотрятся. Но нужно придумать, куда их разместить. Я думаю, что больше всего подойдут какие-нибудь вот такие вот стеклянные вазочки. Их можно наполнить. Не знаю. Но в целом, конечно, такая вещь с претензией. Но пройти мимо них невозможно. Они очень красиво смотрятся. Это, знаете, такие вот как будто бы капельки стекла. Не знаю. Что я заметила на полках магазина Фикс Прайс. Это вот такая интересная вещица. Я думаю, многие ее видели уже в обзорах. И я видела не в обзоре, а в реале. То есть это у нас блокнот для создания гравюр. Здесь 14 листов и скрипок. Да. Я думала сначала, что это просто карандаш. Но на самом деле нет. Оказалось. В общем, выглядит это все дело вот таким вот образом. Открываем. И что у нас здесь? Ну, наверное, правильно было бы так. Блокнот для создания гравюр. Здесь написано 16 листов, да? А здесь 14. Вот, кстати, интересно. Я, конечно, покажу вам это поближе, чтобы вы понимали. На упаковке написано 14 листов, а на блокноте 16. Потрясающе. Только у нас, наверное, могут так делать. Итак, вся фишечка заключается в том, что вот здесь абсолютно черные листы. Но, когда вы начинаете водить, достаточно легко это делается. И, в общем-то, под этим черным покрытием у вас абсолютно цветной фон. Поэтому вы, получается, вот этим скрипком снимаете верхний слой. И у вас все вот так вот симпатично получается. Сами по себе странички очень даже жесткие. И все это выглядит вполне себе мило и интересно. И, как мне кажется, с ребенком, например, очень интересно можно играть. Не требуются никакие фломастеры. И при этом картинка получается очень даже цветная. Классная вещь. И вообще, я бы, на самом деле, наверное, использовала ее в качестве антистресса. Потому что никаких контуров нет. Разукрашивать, закрашивать ничего не нужно. Это действительно расслабляет. Следующее, что я приобрела в этом магазине. Мое внимание привлекли колготки. Я расскажу, почему. В общем, здесь одна пара. Это 200 ден. Написано термо мультифибра. Колготки из мультифибры. У меня размер третий. В руках имеется в виду. И, значит, состав. 95% полиамид. 5% эластан. Изготовитель. Словок репаблик. Я так думаю, что это, может быть, имеет отношение к Чехословакии. Но, тем не менее, товар сертифицирован. И изготовлено август. А при этом внизу написано страна-изготовитель Италия. В общем, неважно. Смысл в чем? Одна пара колгот. И я уже видела их, в общем-то, как они выглядят в реале. Имеется в виду на живом человеке. И должна признать, что это достаточно неплохие колготки. Из минусов, наверное, только то, что здесь отсутствует полностью какой-либо эффект утяжки. Как мы привыкли видеть на таких колготках, как, например, Омса. Да, там или еще что-то. Здесь достаточно плотные колготки. Правда, плотные. И мне в них понравилось то, что они создают абсолютно матовый эффект. Может быть, недостаточно черный, как мне кажется. Потому что здесь все зависит, наверное, от того, какой размер вы обычно носите. Насколько будет сильное натяжение. Но, в общем и целом, колготки очень классные. И если вы возьмете на размер больше, то они будут максимально плотными и матовыми выглядеть. Я не люблю колготки с таким, знаете, лайкеровым блестящим эффектом. Когда ноги похожи, простите меня, на сосиски. Мне нравятся очень матовые черные колготки. И эти за цену 99 рублей очень даже хорошие. Правда. Поэтому их я точно бы рекомендовала вам присмотреть себе на осень. Почему нет? К тому же, в моем понимании, например, колготки и носки – это расходный материал. Поэтому тратить на них какие-то бешеные деньги лично я не люблю. И поэтому, когда нахожу такие вещи, несказанно рада. Почему нет? Еще одни колготки, которые также я присмотрела на витрине магазина Fixed Price. Это 100 Den. Тоже написано, что это микрофибра. Взяла в черном оттенке. Несмотря на то, что они есть, в общем-то, еще и в коричневом. То есть, по-моему, называется он шоколад оттенок. Так вот, в черном оттенке они также очень даже неплохи. Опять же, без какого-либо эффекта утяжки. Но при этом достаточно черные, плотные, очень хорошие. И классно то, что у них нет никакого эффекта лоска и блеска. Они абсолютно матовые. Очень хорошее покрытие. Я считаю, что на осень это прям супер здорово. Цена у них абсолютно идентичная. И это очень выгодная покупка, как мне кажется. Следующее, что я купила, уже относится к товарам пищевым. И это будут последние две покупки, о которых я вам сегодня расскажу. Первое. Это вот такие вот казинаки, как я их называю. Они, по-моему, так и называются. Сухие завтраки, крупные, воздушные, зерна риса с сахарным сиропом. Компания «Русский десерт». То есть, производятся они у нас в России, в общем-то. И мне нравятся. В общем, классная вещица. Действительно, воздушная, вкусная. И, ну, нравится. Я люблю. Не знаю. Не знаю, найдутся ли люди, которые не любят. Еще одна очень интересная вещь, которую хочу вам порекомендовать. Обязательно попробуйте. Потому что за цену в 50, по-моему, 5 рублей. Вот такой вот здоровенный пакет. И здесь у нас арахисовая смесь с фруктами. Это потрясающего качества. Орехи, фрукты сушеные. Там масса всего. Вот в самом пакете, чтобы не соврать, 300 грамм за 55 рублей. Я в других магазинах видела подобные наборы. Они стоят гораздо дешевле, поверьте мне. Ну, уж явно не дешевле 150 рублей. А здесь за 55 рублей вот такой вот классный набор. Я купила два. Один уже, в общем-то, съели. И один вот еще остался. Специально, чтобы вам показать. Он просто невероятно классный. Там столько всего. И самое здоровское, наверное, то, что все ингредиенты не требуют промывки дополнительной. Потому что там нет никакой ни пыли, ни грязи, ничего. Чего я обычно не люблю вот в этих вот наборах. Очень все чисто, очень все красиво и вкусно. Потрясающе вкусно. Поэтому на вот эту вещь обратите внимание. Точно рекомендую. Сама пробовала. Покажу вам, как это выглядит. Классная вещица. Итак, в общем-то, это были все мои покупки, которые я совершила в октябре этого года. Надеюсь, что это не все покупки вообще. Потому что новогодних очень много, я думаю, будет еще новинок. И я планирую в ноябре еще разок заглянуть в магазин FixPrice. Ну, опять же, только после обзоров других блогеров. Потому что ходить туда просто так, незачем, мне лично неинтересно. И вам я не советую. Потому что чаще всего получается, если вы приходите туда без цели, бездумно, набираете кучу всякого барахла, нужного и ненужного. И потом не знаете, куда это девать. Я большей частью покупаю то, что мне нужно. За исключением, конечно, вот таких вот импульсивных покупок. Ну, это уже так, для души, что называется. И, в общем-то, на этом, наверное, мы будем с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Я уверена, вы найдете для себя много интересного. И обязательно нажимайте на колокольчик. В противном случае вам не придет напоминание о том, что на канале вышло новое видео. Я желаю вам отличного осеннего настроения и удачных покупок. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok